всем привет меня зовут карина и сегодня мы будем делать упражнение 8 3 1 2 это последнее упражнение в этом семестре так что давайте приступим это у нас ccns skills integration challenge у нас есть сценарий вы можете его прочитать но главное здесь запомнить что нужно что наш пароль для для режима access это cisco для привилегированного класс давайте приступим требования первое что нужно сделать это настроить ppp нам нужно устроить это на очки и так дальше давайте приступим открываем наш очки я вот он переходим в командную строку вводим команду enable пароль cisco вот мы перешли enable пароль класс мы попали в привилегированный режим переходим режим конфигурации и здесь прописываем наши настройки нам нужно настроить сериал 0 1 0 давайте это проделаем int s 0 1 0 далее что мы делаем далее нам нужно прописать инкапсуляции для этого прописываем команду інкапсуляцию ppp ой 0 1 0 инкапсуляцию ppp далее ppp аутентификации чоп далее прописываем экзит далее но нужно настроить наш асп и Вот он. С паролем Cisco прописываем username, password Cisco. Также можно использовать слово secret, тогда пароль будет сошифрованный. Далее int s001. Инкапсуляция также ppp. Далее ppp authentication. PAP. Папп. Далее нам нужно указать ppp. PAP. Sassan username. Стандартно. Далее указываем название нашего устройства. HQ. Далее указываем пасворд и Cisco. Вот таким вот образом. Еще раз exit и настраиваем последнее устройство. Ой, не последнее устройство, а последнее username. Это у нас new branch. Вот она. Давайте посмотрим, как оно правильно написано. new branch. Просто буковка B. New B. Далее прописываем пасворд и слово Cisco. готово. Таким образом мы настроили ppp протокол на HQ. Но чтобы не затягивать наше видео и не настраивать все это очень долго, я сделала небольшой конспект с необходимыми командами. И вот вы можете увидеть, что мы проделали вот это. Настроили serial interface, аудентификация CHAP, потом настроили ISP и new branch. Давайте настроим, что у нас дальше по заданию, bgp. Давайте это сделаем. Также на HQ. Давайте скопируем эти команды. Роутер bgp 65.00. Далее указываем соседа с указанным IP-адресом у нас вот здесь вот. Далее указываем remote AS. Все как в задании. И далее указываем сеть и маску. Копируем наши все команды. Ctrl-C. Открываем HQ. И просто вставляем эти команды. Готово. Таким образом мы настроили наше устройство. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно настроить NIT. Это также настраивается на HQ. Нам нужно разрешить все адреса для 10.000 с маской по сети 108. С именами NIT. Далее адресное пространство с пулом. И так дальше. Это все довольно-таки просто. Давайте посмотрим здесь. Вот мы настраиваем NIT. Аксесс-лист стандартной NIT. Далее разрешение для 10.000 с маской по сети. Слэш 8. Вот она. Здесь все правильно. Далее настраиваем пул. Так же, как указано в задании. IP NIT. Инсайт. И так дальше. И потом настраиваем просто интерфейсы. Думаю, здесь все очень просто. Так как мы это делали раньше в предыдущем семестре. Открываем наш HQ. Экзит. И настраиваем. Только секунду. Я не все скопировала. А нет, все. IP AXS-лист. Да. Мы настроили NIT. Теперь мы будем настраивать внутренний VLAN и его маршризацию. Inner VLAN Routing. Открываем наши команды. Смотрим. Это у нас настраивается на B1. Используя таблицу адресации для роутера в новетках, настроить и активировать VLAN интерфейсы для внутренней маршризации. VLAN 99 должен быть native. Вот наша настройка. Включаем наш интерфейс G01 по табличке. Далее, что у нас G0.0.10. Настраиваем инкапсуляцию по этой табличке. И указываем VLAN 99 как native. Здесь все очень просто. Мы тоже с этим сталкивались. Экзит. Заходим в B1. Командная строка. Enable. Конфт. Класс. Конфт. Пейст. Настроили. У нас все окей. Никаких ошибок нет. Давайте двигаться дальше. Что у нас следующее? Статик and Default Routing. Это тоже очень просто. Здесь всего две команды для каждого из устройств. Давайте их откроем. Вот наш Routing. Это динамический маршрут. Мы настраиваем HQ и B1. Ой, а это статический маршрут. Я протопила. Пейст. Настраили наш статический маршрут. Открываем B1 и настраиваем Default Rout. Маршрут по умолчанию. Скопировали. Экзит. Пейст. Вот мы настроили наш IP Rout. Это маршрут по умолчанию. И также там указали NextHop адрес. Далее у нас ERGP Routing. Нам нужно настроить и оптимизировать HQ и B1 с ERGP. Нужно указать 100 и отключить ERGP для ненужных интерфейсов, для неподходящих интерфейсов. Вот наш HQ, роутер и ERGP. Указываем сеть, указываем пассивный интерфейс. Настраиваем. Открываем HQ. Готово. Теперь открываем B1. Вот наш также роутер и ERGP с значением 100. Указываем сеть, пассивный интерфейс. Готово. Что у нас дальше? Нужно настроить Виланы и транковые маршруты. Здесь указаны все необходимые задания. Это все настраивается на B1, S2. Давайте посмотрим. Сначала мы настраиваем наши Виланы и указываем им имя. Далее указываем IP-адреса для Виланов. Шусь по умолчанию. Здесь буква И. Интерфейс Range. Далее нас настраиваем транковые маршруты для необходимых нам Виланов. И потом прописываем команду switchboard.mod.access, switchboard.access в номер Вилана для нужного нам интерфейса. Это все также делается по таблицам. Вот здесь. А я просто скопирую. Вилан 10 и так дальше. Это настраивается на B1, S2. Как в задании. Вот оно. Откроем B1, S2. Командная строка. enable, class, paste. Ctrl-Shift-6. Если у вас вместо команды начинается транслейтинг, вводим команду enable, class, conft, вводим все наши команды. Так, почему она не работает? Секунду. Мы настроили. А, у нас ошибка просто в команде. Там, где я прописала букву и, там должно быть слово интерфейс. Вот. Поэтому оно не хотело работать. Давайте попробуем еще раз. Ctrl-Shift-6. Ctrl-Shift-6. Conf-t. Parole class. Вот. Нажимаем paste и все, теперь работает. Я просто допустила ошибку в команде. Смотрим дальше. Мы настроили наш геон, виланы и транковые маршруты. Далее нужно настроить порт security. Это тоже довольно-таки просто. Здесь буквально пять команд. Это также настраивается на B1-S2. Вот наш порт security. Указываем наши интерфейсы. Эти интерфейсы мы берем также в табличке. А нет, не здесь. Мы просто берем все интерфейсы, которые у нас есть на нашем устройстве. И прописываем команду switchport port security, port security maximum 2, MAC address и violation. Все порты нашего устройства можно посмотреть командой showrunning.config. Exit. Прописываем наши команды. Все. Наш порт security также настроен. Все окей. И у нас осталось буквально чуть-чуть. Дальше у нас cch. Cch нужно настроить на HQ. Открываем наш HQ. Нужно прописать IP domain name. Далее username и так дальше. Давайте я уберу вот эти вот команды, чтобы нам они не мешали прописывать. Копируем. IP domain name. Крываем HQ. Exit. Пейст. Настроили. У нас указано стандартное значение. Это 512. Такое... Ну, раз у нас оно не указано здесь, значит, так и должно быть. 512. Смотрим, что у нас дальше. Далее нам нужно указать username, admin, настроить линии VTI и так дальше. Это довольно-таки просто. Копируем. Пейст. Настроили. Мы настроили cch. Остался dhcp и access list. Открываем наш dhcp. Наш пункт dhcp. Это у нас B1. Так как указано в задании. Открываем наш B1 и смотрим exit. Что у нас здесь нужно сделать? Настроить dhcp, pool на VLAN20, используя такие вот требования. Нам нужно исключить первые 10 IP-адресов. Далее указать имя пула на VLAN20. Включить DNS, сервер и настроить его. И также настроить sales, используя dhcp. Вводим необходимые нам команды. И теперь нам нужно открыть sales. Вот оно. Desktop. IP-конфигурация и включить dhcp. И наши dhcp и successful. И у нас мы получили IP-адреса. Смотрим дальше. Дальше у нас остался access-list policy. Нам нужно это сделать на HQ. И используя вот эти вот задания. dhcp.port.179. hq.datacentered.network. Использовать только dhcp. И так дальше. Довольно-таки просто. Копируем наши команды. Можете с ними ознакомиться. IP-адрес. Разрешение. И потом для интерфейса serial010 указываем IP-адрес групп. Откроем нашу HQ. Paste. Готово. Смотрим. У нас 91 балл из 90. Давайте нажимаем кнопочку check-ins. Посмотрим, что у нас не так. Нужно настроить cch-версию. Давайте это исправим. Это у нас на устройстве HQ. Откроем очки. Идем к cch. Смотрим, что у нас указано. Версия должна быть 2. Откроем наши команды там, где у нас был cch. Там IP-домейн-нейм мы указывали. Секунду. Вот. Security. Давайте пропишем лучше вручную. Откроем нашу HQ. И прописываем IP-CCH-версион. Далее прописываем 2. Нужно создать ключи RSA хотя бы 107. А, поэтому у нас не настроилась версия CCH, потому что мы не указали правильное количество ключей RSA. Давайте это сделаем. Прописываем команду crypto. Далее прописываем k, generate и прописываем слово RSA. Нам нужно 768. Готово. Yes. Секунду. Yes. Yes. Ой. 768. Готово. Вот. Настроили. Теперь прописываем версию. Все. Она у нас настроилась. Все окей. Если мы нажимаем кнопочку fast forward, у нас большинство индикаторов будут зелеными. Так и должно быть. Нажимаем кнопочку check results. Просмотрим. Да. У нас все настроено правильно. При желании вы можете еще раз ознакомиться с нашими всеми настройками. Вот они. Все довольно-таки просто. Думаю, вот. А на этом все. Всем пока.